5 июля губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил Ржев. В ходе визита он осмотрел автобусный парк, из которого на дороге города и района выходят на линии автобусы общественного транспорта. Напомним, что с 3 июля здесь, как и еще в трех агломерациях региона, начала действовать новая модель пассажирских перевозок. В минувшую субботу сразу в четырех агломерациях Верхней Волжи произошло знаковое событие. На более чем 100 линий вышли современные, комфортабельные и безопасные автобусы, оформленные в едином стиле. Как стартовал второй этап реформы системы общественного транспорта, губернатор проверил на примере Ржева. Теперь в городе Воинской славы, а также в районе, действует 41 маршрут. Из них 20 городов и 21 это район. У нас на линиях работает с субботы, с 3 числа, 114 автобусов. И, наверное, очень важно отметить, что мы сохранили максимально ту маршрутную сеть, которая была. И с учетом пожеланий у нас еще добавлено, если говорить про Ржевскую агломерацию, два новых маршрута. Как и в Твери, эти машины приспособлены для маломобильных граждан. Оснащены валидаторами, системами навигации, климат-контроля, датчиками задымления, видеорегистраторами, а также цветовым табло, информацией и тахографами. Вместе с главой региона, с работой общественного транспорта, ознакомился советник президента России Владимир Васильев. Он подчеркнул, что в отличие от прежних маршруток, теперь будет особое внимание уделяться безопасности. Прежде чем человек заходит, его проверяют. Это же жизненная безопасность. Дальше идет инструктаж, техника проверяется. Ну и плюс, вот сейчас сказали, синий автобус. Еще я добавил, вот очень важный момент, с желтыми номерами. То есть эти автобусы отличаются от других. И все видят. Планируется, что пассажиропоток на общественном транспорте Ржева и Ржевского района увеличится на 75% с 1600 до 2800 пассажиров в час. Оплатить проезд можно с помощью транспортной, банковской, школьной или социальной карты «Волга», а также через мобильное приложение, либо за наличный расчет. Проездные абонементы позволят пассажирам экономить на поездках до 30%. Таким образом, город воинской славы получил по-настоящему современный транспорт. Безусловно, это большой, сильный шаг с точки зрения комфорта проживания на территории города Ржева, с точки зрения безопасности, с точки зрения экологичности. Ну и, конечно, мы видели, какие взгляды были у ржаветян на новые автобусы. Люди фотографировались, улыбались. Улыбаются и фотографируются на фоне новых автобусов в эти дни не только ржаветяне, но и жители Кеморской, Старицкой и Зубцовской агломераций. Удобный и комфортабельный транспорт теперь есть и у них.